здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максимадзе и мы продолжаем играть про the redemption 2 короче говоря есть три задания на выбор это во первых письмо от мэри линтон хозе и мэри бет начнем с чего-нибудь поинтереснее наверное мэри бет уже потом что-нибудь а потом письмо мы обязательно выполним это обязательно это сюжетом связано хотя за то задание не обязательно для выполнения но рагу готовится и вообще рагу ни разу тут не ел она до сих пор готовится какое чудесное место нас привет да мило здесь да я даже заскучал по горам где мы едва не замерзли наверно здравствуй мэри бет как поживаешь арта да неплохо ты я ну в порядке наверно это было целое приключение но мы все еще живые значит ты не жалеешь да не не жалею о том что вступила в этот отряд безумца если у девушки нет средств существовать жить очень страшно вы парни обо мне заботились прежде до меня никому дела не было мне тяжело жилось с тех пор как мама умерла тифы это было так давно да а что насчет тебя я слышал ты встретил эту девушку мэри да было дело и заставило меня задуматься как же мы разошлись еще тогда почему же вы разошлись она недостаточно сильно любила мне наверное или и они я не хотел меняться но она была дуре большую часть своих юных лет она тратила на другое да она дура конечно в этих книгах жизнь и так просто на самом деле ничего мне непонятно мистер морган у нас проблема большая проблема тили что ее увели братья форманы с которыми она раньше водилась братья форманы а что они здесь делали не знаю что они тут делали раньше но могу сказать что они будут заниматься в ближайшем будущем они будут умирать мы с тобой вдвоем справимся артур куда же мы направляемся по пути расскажу просто езжай вперед ближайшее время они будут умирать то есть то есть мы точнее будем их убивать я понял в роутсе она в доме рэдли откуда вы знаете когда мы туда только приехали она испугалась ей не захотелось находиться рядом с домом в котором она дальше которым дальше становлюсь банда я не подумал что возникнут проблемы а вот сейчас не возникли о да зачем уже она им сдалась интересно кажется один из форманов приставал мне в лентайне да наверное не прослели из-за нами до сюда ты разве не знаешь что произошло она убила одного из них из-за дела не разумеется так не считают теле да юная теле джексон не так мила и невинна как тебе кажется но повторяю она ведь защищалась а сразу после этого сбежала и присоединилась к ним надеюсь мы успеем найти ее это недалеко если с ее головы упадет хоть один волос я этим гадам кишки выпущу но увижу что она вам очень дорога мисс гримшо да разумеется как и вы все дураки тоже только некоторым из вас нужна твердая рука особенно тебе клянусь половина из вас гинет в собственном доме если дать вам волю так вам кажется что это самое место впереди еще а вон она вот это самое место кажется там охранник я разберусь чего надо добрый сэр мы заблудились и нам нужна помощь по вашему доброму лицу я вижу что при дорожном поощрении такой джентльмен как вы может проявить большое великодушие нет проваливать но вы это так говорите что я вам не всерьез да я сказал проваливать последние слова ты сказал час двухстольный дробовик интересный хороший предмет возьму его с собой чёрт побери все хорошо мистили давайте покинем это место я думал они я то уже неважно что вы думали спокойно поехали идем денис спасибо вам обоих это все это не форма да я где он ушел на охоту или вроде того их там было вроде пятеро ну нескольких ребят мы перебили они вон там возьми оружие и стреляй в любого кто подойдет не волнуйтесь со мной все будет нормально просто поймайте его так за ним остановились остановись я сказал да я твою жопу прострелю слышь скотина лошадки твои прострелю жопу щас надо было убить его наверно не лошадь лошадь все таки жалко хороший удар а все не убивай его я хочу чтобы он последнее слово теле сказал ну ладно лосо хорошо лосо так лосо сейчас закинем и и и Затянуть эти узлы покрепче Отведи этого гада к Тилле Мы сейчас потолкуем с ним Я поеду к ней Возьму его лошадь Она больше не понадобится ему Ты хоть понимаешь с кем связался, а? Я Энтони Форман Спасибо, что представился, Энтони Форман Пишется Форман или Формен Не хочу, чтобы на твоем надгробии ошибки были Ты забавный гозел, ты из какой вообще банды? Она тебе что, не сказала? Нет Веревка вбидывается в тело Что? Не так приятно, когда связывают тебя, да? Она убила моего кузена Не беспокойся, ты скоро встретишься с ним И что ты делаешь со мной? Пока не знаю Пожалуй, Тилле решит, какой ты участи... Да, заслуживаешь Ты зря на нее время дратишь А она лугу не обведет тебя вокруг пальца Да, надо было застрелить ее тогда еще Эй, заткнись, хватит болтать Так, вот он Ну, снять, я говорю Сейчас потолкуем по глазам с тобой Так он еще жив? Да Похоже на то Видишь эту девчонку? Оставь ее в покое Она убила мою кузен Твой кузен, черт бы его побрал, сам виноват Мне плевать На все это Один мой старый друг всегда говорит Что месть, это забава для дураков Итак Ты хочешь, чтобы всех твоих ребят поубивали? У нее были на то причины Вы были семьей, Тильджи Мне такой семьи даром не надо Убей его, Артур Вы этого ходите? Я хочу, чтобы он убрался в усвоясь И сказал своим оставшимся кузенам Что тем клоуном, которым он связался Больше, чтобы не лезли ко мне Тебе такое под силом, Энтони? Да? Или мне тебе горло перерезать? И избавить от всех лишних хлопот Я бы ждать дни, дроны И это все В прошлом Так не получится Решать тебе, Артур Да я бы ему перерезал в угол Ладно, давай Мы отойдем тебя домой Давай, сваливай нафиг отсюда В следующий раз Зарежу, если еще раз так Решишь сделать А где моя лошадка? Где моя лошадка-то? А, они на... Они на моей лошадке уехали, что ли? Ну ладно, ладно, окей Доберемся до лагеря А там уже посмотрим Какое задание выбрать У нас их два На выбор Хотя, возможно, пока мы будем добираться Появится еще одно Какое-нибудь Просто всякое может быть Уровень один, блин Это вообще лошадь не моя Мне просто выбрать Больше некого Ну ладно, да Порезал Решит Решит И На выбор Какое-нибудь Порезал Порезал Трешит Все А О С С С так вот шейди бель сейчас посмотрим какое задание будет как за стоп как его зовут он опалуза блин интересно интересно ладно теперь можно и хотя зачем я метку то поставил это можно и не делать бы теперь можно и теперь можно заняться и письмом все равно выбора другого у нас нет задание хозе хочу отложить пока она она его лучше потом использовать вот здесь наша комната находится мой милый артур надеюсь у тебя все хорошо хотела поблагодарить тебя за помощь джейми они с папой по прежнему спорят но насколько я понимаю джейми собирается вернуться в колледж я верю что то есть и спасибо что ты спас ему жизнь артур сколько я раз выбирал не ту дорогу почему я не могу измениться стать такой женщиной какой я хочу быть и почему ты не можешь стать настоящий мужчина и забыть о всех фантазиях которые тебе вкружили в горло голову жизнь сложная штука и я не очень в ней разбираюсь боюсь что мы снова угодили в неприятности в этом нет моей вины но мне нужна твоя помощь я становилась в отеле грант в сент-дени автор я знаю что не должны об этом просить но мне больше некому обратиться умоляю террорисиос что у нас с тобой было хотя мне стыдно это делать искренне твоя мэри лично на где-то в сент-дени в отеле в каком-то там давайте съездим туда почему бы нет блин жалко что нельзя тут бегать когда находишься у себя как твои дела артур да все в порядке я за тебя беспокоюсь честно за меня а с чего вы это ну сам знаешь переживаю немного всегда готов тебя поддержать брат не сильно то похоже это на самом деле на правду до лошади дайте блин еще и люблю то что нельзя бегать здесь задание ли а пуля пульда штрауса задание есть но за я пользу штрауса мы наверное займемся в следующем сезоне там это будет поважнее я так понимаю надо почистить потому что был индикатор что лошадь грязный так давайте метку поставим ну и идти туда не близко поэтому небольшой такой чик-чик так добрались артур артур наверху ты пришел да пришел что ж тебе нужно то подожди сейчас спущусь чего уставились мужики хотел бы я спросить но артур здравствуй мэри ты пришел да если ты зовешь меня то я прихожу артур и что же случилось папа твой отец карте еще глупее чем я думал умоляю тебя артур я знаю отец был к тебе совсем недобрый но ты же не можешь ненавидеть человека за то что он любит свою дочь и хочет для нее жениха лучше чем чем я да чем тот кто живет как ты а что у меня был бы хоть раз уже да знаю ты живешь по своим законам но твои законы неправильные а у тебя в принципе лучше да мэри джейми начал общаться с психами а твой папочка лицемер пьяница раз путник и к этому тебя привела жизнь и ты умоляешь меня помощи да будь товар ко мне будь товар ко мне прошу тебе ооо мне жаль я нужно было обратиться к кому-нибудь другому наверно да но но у тебя нет других знакомых которые умеют пугать людей я же тебя любил артур и ты знаешь да да конечно знаю ооо артур мы были так молоды подумай какой стала бы наша жизнь да я каждый раз об этом думаю и немало но и все это кажется уже таким далеким ты поможешь мне спасти паву спасти интересно от кого ну ладно вперед куда мы идем как там поживает твой милый патриарх ооо артур заказа тебе не к лицу ты же знаешь он играл в карты пилы еще много чем занимался да грязный козел где ж мы найдем его он сказал что пойдет конюшней теодора эхтара упомянул там про какую то лошадь конюшни там где склады рядом с депо ладно не будь таким напущенным тебе не к лицу может у и папаша таким будет да оставьте его в покое он и так постарался уже ну ладно это надеюсь удержит меня ооо артур нам надо было убежать с тобой но ты не убежала нет но но я не знаю и что он по твоему затевает не знаю но продолжает твердить что мужчине его положение стыдно ездить на какой то старой куче его положение он с трудом на ногах стоит он не всегда был таким но становился все хуже он пьяс и осторожнее блин на дорогу пробежишь прям он дружит с дурными людьми и я боюсь за него не надо волноваться чтобы с ним не стеслось мы найдем выход вот это место зайду посмотрю в каком он там состоянии ладно подожди здесь если понадобится помощь то кричи ооо очень смешно вам нельзя тут стоять что на улице да на улице это ваша улица не просто убирайтесь отсюда почему это я же сказал убирайтесь отсюда нафиг эй слушай приятель я жду женщину хорошую женщину она только что зашла внутрь если бы я бы ее не ждал то убил бы вас наверное но если будете дальше меня так злить то я убью вас а вот дамы попрошу прощения потом вам решать и я не хотел вас видеть да меня никогда в жизни так не унижали ладно извинения приняты жди здесь еще немного и я тебя сам уй папа нет папа вернись домой ты устал ничего подобного уйди от меня и сама вали домой я настаиваю оставь меня в огонь чертова ты зануда ладно извините я вижу чтобы я не растерял он что-то замышляет надо проследить за ним ладно давай близко не подходить к нему надо но и не отставать а то он исчезнет ну походка у него шаткая пьяный наверное повернул за угол стоп точно пьян он точно пьян так вот почему он высокого мнения о себе может просто по запаху пойдем да перестань ты он пошел за теми ящиками так не просрать бы его его следы сейчас скри смотрите куда идете и не зевайте извините как думаешь что он нас заметил вряд ли что вы мне сказали ничего оскорбительного сейчас я сотру эту ухмылку с твоего лица блин вы не староваться для потасок мистера иди нафиг но переход через дорогу да это очень забавно звучит не думал я что на кого-то впечатление придется произвести обновил кстати я свой прикид сапоги штаны поменял и шляпу забыл сказать вам больше не говори чтобы что у нас романтических прогулок было я просто рада что ты здесь кажется он остановился что он нам делает как думаешь что он делает ну либо ждет женщина сомнительного поведения либо либо пытается что продать ну что это что он бабки то у тебя а брошу вас мистер гелис да вот держи вот деньги какая красота это фамильная драгоценка это же брошь моей матери теперь и уже не бывает грязь радуйтесь деньгами если они вам снова понадобятся могу предложить вам кредит на выгодных условиях нет уж спасибо блин я слышал что бывает с людьми которые берут у вас взаимы как он как он имеет право продавать это это же брошь ты не понимаешь мать оставила ее мне ты продал брошь моей матери как ты мог а ты это же воров сдула да ворах кстати говоря я вижу ты снова нашла бандита своего здравствуйте сэр как поживаете папа как ты мог мэри подожди здесь я схожу заброшу никого убивай не убивай я не буду убивать сейчас просто потолкуем с ним по душам эй а ну стой дружище не можешь помочь догнать потом андрес далеко очень ну то есть лошадь моя так зовут остановись остановись блин выносливость у незнакомой лошади заканчивается быстро и его фиг остановишь блин он пытается прибавить скорости специально еще а ну остановись незамедлительно ай выносливости мало я его хрен догоню щас на поворотах бывает везет когда можно обрезать дорогу свернув уголком стой от меня все равно не уйдете ах ах эх 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 лошадки поехали поверить не могу а он внутри карета что ли а ну слезай не трогайте меня не трогайте это просто брошь мне нужна брошь которую продал гиллис она мне нужна но я честно ее купил и ладно сколько ты хочешь за нее думаю что я дам за сотню долларов а хорошо так и быть подавись гад ты психованный ты не знаешь с кем связался кто за это заплатит все таки надо было ударить тебя один разочек так а вот как бы нам вернуться где он где наша лошадь где лошадь та которая не я не я не хотел пробел нажимать да блин да что такое как это неудобно я вообще артура потерял господи с этими метками проблемы себе ищи так ладно сейчас я доберусь до туда и продолжим чик чик так а чё не работает то так наверное на лошади прикатить надо сюда а надо было с этой стороны зайти а я перелез через забор блин ну и где твой отец не знаю хочешь чтобы я его снова нашел не ну что может пройдемся доведу тебя до трамвая спасибо я добыл твой брошь даже спрашивать не буду да уж не стоит но я никого не убивал эй а какие у тебя планы прямо сейчас а почему ты спрашиваешь ну может ты хочешь что то сделать в театр может сходить ну театр и я почему бы и нет конечно это будет весело пойдем в райлер там самые странные спектакли со странностями у меня нет проблем а вот с обычной жизнью разобраться не могу я тоже Артур я тоже я скучала по тебе да только не начинай ты идиот но ты всегда будешь моим другом конечно я твой друг но ты не всегда справедливый ко мне если бы я был хорошим человеком да еще бы справедливый к тебе то давно бы на тебя повисло ну и то верно так что замолчи и веди меня как джентльмена или по крайней мере хоть раз в жизни попытайся вы не очень добрая женщина миссис линтон да ты посмотри на тех с кем я общаюсь да ужасно конечно все это красиво только красота такая кричащая и безвкусная да другой то я и не знаю нет я не это точнее имел ввиду ну конечно дурачок идем искать наши места посмотрим спектакль выпуск наверно долгий будет давай здесь справа ну эту ночь обещают быть долгой ну давайте посмотрим может интересно будет добро пожаловать и спасибо за овации я Олдридж Эбигтон величайший организатор представлений со времен самого нейрона не сомневайтесь и в детстве когда я бродил по улице в Сен-Дени среди куч навоза я даже не мечтал о том что произведу в городе впечатление ну что начнется все или нет а ты че спешишь а я даже и не мечтал об этом подготовьтесь к невероятному увлекательному представлению огонь змеи и магия если у вас как у меня врожденное отвращение к физическому труду то я советую вам поискать счастье во всех трех этих номерах ведь зрелище это дар который позволит нам вам гораздо успешнее чем кладовкой или погреб набитые чем попало а теперь леди и джентльмены вашему вниманию предстанет поистине изумительный музыкальный номер мисс Робин Кониски не успеваю иногда читать спасибо что были с нами теперь поговорим о местечке которое мы любим и зовем Сэн Дэни споем они пришли из Роудса Стробери и Валентайна они пели песню и пели вино они шли через болото байню через море мы шли и в конце пути нас ждал Сэн Дэни сломалась повозка иди к кузнецу готовь новый ворожей себя не жалей девушки во всех новых платьях в пути и мы все идем в Сэн Дэни саквояжники шахтеры и люди с гор ослабить стрёмно свой кокон покинь пой песни юности и жизни хлебни в салонах и борделях Сэн Дэни но сильщики пьян а звонок звенит наш поезд едет в землю беды ты не сможешь заснуть коль не захочешь ты напиться в дрызг кабаках Сэн Дэни песни танцы и война луну по улицам и переулкам где салонов огни богачи, бедняги, буржуа все они идут сюда в Сэн Дэни французы к нам не были слишком щедры от них у нас вино да сладкие дни мы делаем вид что мы французы но мы предпочнем оставаться здесь в Сэн Дэни да лучше буду жить в Сэн Дэни монеты берите девчонкам бегите здесь с аром добром Сэн Дэни браво да выпуск долгий получается сколько времени прошло почти час что ли прошел да ладно это было прекрасно идеально я вижу вам понравился ее нежный голосок да наподлинная звезда и заверяю вас она может очаровать любого зверя заверяю вас абсолютно любого от таракана до крокодила скорее всего ваша мать говорила что нельзя играть с огнем и проводить время в компании незнакомых женщин скоро вас ждет и то и другое мисс Антуанетта Саверсерину прекрати Прекрати вау 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 Ох, сейчас что-то будет Надеюсь, она не станет за навесу подходить Представь себе, что делаешь это каждый день Это было бы чудовищно Ух, ничего себе дяек, сколько там На доме Чистить снег на крыше, блин Ну, долго еще на это смотреть надо, а? Я уже устал немного, на самом деле Кто уже не любит пламя? Да Господи, она одни и те же движения, по-моему, делает Сколько можно уже смотреть на это? Да Наконец-то закончилось этот номер Восхитительно, очаровательно Именно ее стоит привезти домой и познакомить с мамой Говорят, что во Франции такое заведение, где девушки танцуют нагими Я там побывал Приготовьтесь узреть распутность Из пестрого Парижа Господи Сейчас будет жесть, наверное, вообще Совсем другое дело Арту Да, не совсем прилично, но Лучше, чем Я ожидал Зачем этот парень полез туда? Да ладно, он смешной же Я люблю тебя, девушки Я люблю тебя, девушки Я люблю тебя, девушки Работает Восхитом Восхитом Ага Что это, девушки Массивные Прекрасные Восхитом Продолжение следует... Отлично, отлично! Отлично, отлично! 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 Они прелестны, правда? Ноги! Любо-дорого смотреть! Я изнурен! Каждое мое шоу поистине невероятное и впечатляющее! И я уверен, что вам понравилось! Спасибо за внимание! Мы, люди, плывем в едином потоке и только такие яркие мгновения скрашивают нашу жизнь, пока не наступил вечный мрак и тишина! Спасибо за внимание! Чудесный вечер! Возвращайтесь завтра! Все! Закончилось! Включайте свет! Это было интересно! Да! вам нужно немедленно отвезти меня к трамваю мисс морген ну конечно очень нелепо да но весьма забавно до корнул написано там моя жизнь не должна была неужели ничего уже нельзя исправить я врать не могу мэри я в розыске если я всех близких мне людей тоже будут искать не хочу тебя в это втягивать но все это вроде подходит к концу давай сбежи марта забудем об этом все мы прямо сейчас я бы очень бы хотел бы так сделать больше всего на свете но у меня есть люди о которых я обязан заботиться когда они станут свободными я тоже тогда я смогу исчезнуть марта мы если мы решим куда-то уехать нам понадобятся деньги они у меня скоро будут я знаю что ты не сбежишь но это красивая мечта да очень красивая но я уеду как только достану деньги у меня были деньги но потом один дурак оставил их в одном городе и я туда вернуться не могу это уже совсем другая история я напишу тебе да ух долгий выпуск этот был конечно очень долгий а на трамвае написано корнолл корнолл левит левит корнолл тот человек который нанял нанял на нас агентов пинкертоны и нахо и охотится за нами самого валентайна хотелось бы избавиться бы от него на самом деле но мы этим еще займемся когда-нибудь но на этом мы точно закончим реально долгий выпуск получился всем спасибо за просмотр это самое с вас лайкос подписывайся с меня печенью видос подписывайтесь на мою группу вконтакте и на этот канал всем пока